Всем привет! Дорогие друзья, тема продолжительности тренировки сильно вас волновала. Большое вам спасибо! Вы активно спорили, включились в работу, присылали свои комментарии. Мы узнали много разных мнений на этот счет, поэтому решили снять еще один ролик, в котором более подробно раскроем перед вами эту важную тему. Я вам рассказала о моем личном опыте тренировок. Я тренируюсь 40-45 минут, потому что мне нравятся короткие, но очень интенсивные тренировки. При такой схеме тренировок вы должны тренироваться 5-6 раз в неделю, потому что на каждой тренировке вы будете прокачивать только одну мышечную группу. Если вы работаете на силу, то есть у вас идет силовой цикл, и вы отдыхаете между подходами 2-3 минуты, а иногда между тяжелыми приседаниями даже по 5-6 минут, то ваши тренировки могут длиться дольше, до полутора часов. Но эта работа идет именно на силовой результат, а не на массу. Конечно, какая-то прибавка массы, то есть мышечных объемов, у вас будет все равно, в силу того, что если вы новичок или еще недавно занимаетесь, то любое упражнение, силовое, которое выполняется на тренировке, для вас является физиологическим стрессом, и мышцы будут отвечать на него ростом. Но это длинный путь к вашей цели. Как я считаю, наиболее короткий путь – это короткие и интенсивные тренировки. Ребята, если наша с вами цель – это поднабрать мышечную массу, не улучшить свои силовые показатели, а в первую очередь улучшить свое телосложение, то мы с вами ходим на тренировки для того, чтобы добиться мышечного стресса. Но для того, чтобы получить адекватный физиологический стресс, не нужно бесконечное количество подходов и большое количество упражнений. Вы можете это получить за достаточно короткое время. Не нужно долго отдыхать между подходами. Оптимальным считается время отдыха 1-2 минуты. Если вы отдыхаете дольше, результативность вашей тренировки будет значительно ниже. Помните о том, что мышцы растут не во время тренировки, а мышцы растут в период восстановления после тренировки. Поэтому тренировка должна носить именно оптимальный характер с точки зрения физиологического стресса. Не очень сильный стресс и не очень маленький. Если он будет маленький, значит, не будет отдачи, не будет роста. Если стресс будет слишком велик, то есть слишком много подходов, слишком большие веса, слишком много упражнений, слишком длительная тренировка, то вы вгоните себя просто в режим перетренированности. Будете вставать с утра, вы будете чувствовать уже усталость. Короткие интенсивные тренировки позволяют хорошо восстанавливаться, уложиться в час, а потом, если вам очень хочется потесоваться с друзьями в зале, поразговаривать о том, о сём, вы можете всё это сделать, выпив белково-углеводный коктейль, но в начале тренировка, а затем всё, что вы хотите сделать после тренировки. 45 минут вы тренируетесь или час, конечно, большой разницы не играет, но если вы тренируетесь 2-3 часа, то я 100% уверена, что большую часть времени вы не тренируетесь, а просто ходите, гуляете по залу или беседуете со своими друзьями. Для того, чтобы оттянуть секрецию гормона кортизола, то есть оттянуть катаболизм. Если вы тренируетесь долго, прямо на тренировке вы можете принимать углеводные или белково-углеводные напитки, а также аминокислоты. Всё это вы будете делать для того, чтобы максимально сохранить мышечную массу с таким трудом нарощенную. Дорогие друзья, не забывайте обсуждать меня, комментировать наше видео и задавать вопросы. На самые интересные вопросы я обязательно отвечу. Желаю вам удачи в ваших нелёгких тренировках. Тренируйтесь интенсивно и результативно. С вами была я, Зина Руденко. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!